Здравствуйте, дорогие друзья! Я Бахтюр Шохев, народный целитель, доктор мануальной терапии и лучший целитель Таджикистана в 2012 году. Я ювелирно вправляю позвоночники и ювелирно освобождаю все нервные корешки и ювелирно корректирую позвоночники. Плюс к этому я очень хорошо могу видеть тонкую энергию человека и очень хорошо могу видеть ауру человека и вижу чакру человека. И по ауре человека могу определить, какая чакра у него разбита, и по ауру человека можно определить, какой позвонок у него нарушен. В прошлом своем сне мы говорили, что будем говорить о продолжении моих снов. Почему Бог очищает людей здесь, на этой земле? Почему не на том свете, а на этой земле? Я задавал вопросы, и во сне мне пришли ответы. Это сон, не надо принимать слишком близко. Это во мне говорят во сне. Это сон. И мне говорили, что Бог любит людей. Бог любит людей и любит таджикский народ. И Бог здесь очищает людей. Потому что там Бог отправляет несколько людей в ад, потом отправляет в рай. А кого Он отправляет в ад? Богу тяжело смотреть на них. Ему очень больно видеть людей, которые горят или мучаются в аду. Он не хочет этого. Ему очень больно, потому что Он любит вас, любит нас. Поэтому Он очищает здесь людей. И здесь дал всем людям 12 уровень жизни. И за 12 уровень мы должны исправиться. Кто не исправится после 12 жизни, если он не исправится, Бог просто, Он исчезнет. Его душа превращается в пепел. В пепел превращается. А кто до 12 уровня будет делать добро, добро, Он попадает в рай и в другие мира. Это все говорится во сне. А почему здесь очищает? Нет, потому что Бог очищает всех людей здесь, потому что каждый человек сейчас говорит неправду, грешит. От их грехов он болеет. Вот ваши все болезни от ваших грехов. Грехов от прошлой жизни и грехов от этой жизни. И поэтому надо очищать здесь, чтобы Бог очищать здесь и направлять вас потом в другие мира. Там будет вам легче жить. Вам будет удобно жить. Будете жить там, где вы хотите. Будет предстаться ваша мечта. Но там попадет, кто будет делать добро. Кто будет делать добро. А кто будет грешить, он будет болеть. А если он не исправится, его душа просто исчезнет, превратится в пепел. Богу лучше превратить грешника в пепел, чем смотреть, как он мучается в аду. Это просто мои сны. Во сне это мне говорят. Не надо сильно к себе принимать. Поэтому, когда мы ложим руки на спину человека, это уже начинает процесс очищения. Мы очищаем человека. Забираем все его боли себе, а потом раз в неделю я очищаю себя. Я беру все боли, все болезни, все грехи, а потом очищаю себя. Это я делаю во сне. Это просто сон. Не надо сильно принимать к сердцу. Потому что в прошлом году я неожиданно, неожиданно рассказал о своем сне встреча с Богом. Я забыл сказать, что это сон. И говорил это я на таджикском языке. Меня никто не спросил, что это сон. Люди подумают, что это я говорю реально. Но это было нереально. Это сон. Но люди неправильно подумали. На мою голову опрошился много нецензурных слов, которые в этом свете были. Много слова, которые нецензурные. Я всего лишь забыл сказать, что это сон. Я ни на кого не обижаюсь, потому что это была моя ошибка. Каждый человек имеет право иметь на ошибку. Я ошибся. И я получил свой ответ. Я получил свое наказание. Потому что была моя ошибка. Поэтому с прошлого года я все свои сны говорю на русском языке, чтобы всем было понятно, чтобы все это поняли. И именно говорю для просвещенных и понимающих людей, чтобы они тоже меня поняли и дали мне совет. Потому что сон дается не просто так. Что-то за этим есть. Если просвещенные люди, кто смотрит меня, дайте мне советы и дайте мне тоже понятия. Почему я уже не говорю свои сны на таджикском языке? Многим это непонятно. А на русском это расчерленный язык. Многие понимают. И во сне мне тоже передали, что чтобы я говорил дальше на русском языке свои сны, пока мне не разрешают уже на таджикском. У Бога есть свои планы, есть свои идеи. И чтобы говорить на таджикском языке, у него есть свои планы, свои люди на земле. У Бога есть свои планы вперед, есть свои люди. У него есть свои ученые на земле, есть все целители на земле. И в Таджикстане тоже есть человек, который в будущем будет говорить это на таджикском языке. Мы этому будем говорить в следующих наших разговорах. кто этот человек, и кто будет говорить на этом языке, и кто этот человек, Богом данный, тоже человек. И я задавал вопросы, что почему только в Таджикистане я один целитель, что очищаю все грехи людей. Во сне мне предали, что нет. В мире у Бога есть много целителей, которые тоже очищают, тоже спасают людей, и тоже спасают души людей. А меня отправили в Таджикистан, потому что в Таджикистане я единственный пока, кто очищает. Это только сон, не надо принимать сильно всерьез, и не думать, что я о себе говорю или себя рекламирую. Нет, это сон, обычный сон. И в Таджикистане я пока один, очищаю людей, потому что Бог любит таджикский народ, потому что это один из древнейших народов и из один первых народов, который сотворил сам Творец. Он любит этот народ, он любит таджикский народ. И во сне через меня всем передает свой привет, он дружит со всеми, любит всех. И я люблю своего Бога, и вы любите. И если не хотите, чтобы ваши души сгорели, превращались в пепел, надо научиться только творить добро, идти к добру и любить. Спасибо вам за внимание. Будьте счастливы. В следующем разговоре, в следующем сне, мы будем говорить еще о будущем и о дальнейшем сне.